Юрий Каминский – выдающийся лыжный тренер. Правда, в команде почти никого не осталось из тех, с кем он работал. Но трансляции гонок смотрит регулярно. Даже если биатлон мешает, то потом в записи. Так что в курсе всех событий. Вот если говорить о подготовительном сезоне, очень неплохо смотрелся Артём Мальцев. Ну, я-то, в общем-то, давно его, еще в 17-м году, на предолимпийской неделе, мы были вместе и участвовал в командном спринте, где очень хорошо себя проявил. Кстати, Каминский на своих сборах уже практиковал совместные старты лыжников и биатлонистов. Считает, что это отличная возможность обмена опытом. Матвей Елисеев признается, что если не тихий час, гонка или тренировка, то с удовольствием смотрит лыжи. И особенно на тех, кого знает лично. Я знаком больше всего, наверное, с Глебом. Мы на сборе, когда были, он заезжал в гости. Вот, разок. Ну, не более. С Артёмом Мальцевым я бегал по юношам очень-очень давно тоже. В прошлом сезоне все биатлонисты, с кем бы мы ни общались, перед выходом на старт в Чехии до последнего смотрели за разборками в лыжном марафоне на чемпионате мира. А потом, во время пристрелки узнавали результаты. Резцовой в этом плане было в чем-то проще. Она была в декрете и смотрела большую часть гонок сезона по телевизору. Я восхищаюсь девчонками. Вот, честно, я хочу принести извинения. Потому что в прошлом году я сидела у телевизора и не могла понять, типа, да как, вы уехали от своих детей. Вы такие вот. И вообще... И, короче говоря, извините меня, Юля Белорукова и Таня Сорина. Потому что сейчас это я понимаю, что это настолько тяжело быть вдали от детей. И я правда хочу, чтобы у них в этом сезоне сложилось... Субтитры сделал DimaTorzok